Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Сегодня мы снова в творческой командировке в компании Сидек. Сергей Владимирович Дубинин, основатель компании, любезно пригласил нас на демонстрационную площадку посмотреть вначале на огурцы. Да, вот здесь у нас как бы большая выставка огурцов. Мы как бы специально стараемся подогнать дню поля. Вчера у нас был большое мероприятие, день поля, 300 человек больше даже приглашенных. И вот все как бы смотрели наши теплицы, наши поля и нам есть чем похвастаться, есть что показать. Вот здесь допустим мы стоим у огурцов, вот у нас как бы наши новинки самконы. У нас до этого как бы была серия самконов по томатам. Самкон значит самый консервный. То есть все эти сорта, которые вот здесь посажены по этому ряду, они прошли большие испытания именно в плане консервации. Причем они разного размера. Есть самкон 9, значит 9 сантиметров. 10, значит 10. 12, значит 12. 14, значит 14. Да, индекс непременно говорит. И само название говорит самкон. Значит можно с уверенностью консервировать. Причем многие которые подлиннее, например самкон 14, самкон 15, его можно резать пополам, резать дольками и они все равно будут хрустеть. Ведь что самое главное у огурца? Это хруст. Даже не вкус. Да, кто-то любит сладкие, кто-то соленые, кто-то кислые. Вкусы разные. Но огурец из банки обязательно должен хрустеть. Вот наши самконы, они конечно все хрустящие. Именно этим они и выделяются. Сергей Владимирович, мы вчера имели честь продегустировать группу самконов огурчиков, в том числе маринованных фирменных огурчиков компании Сидек на дегустации сортов картофеля. Я так поняла, вы нас привели к одному из самконов. Да, вот такой крупный бугорчатый огурчик. Да, вот самкон 12. Вот такие у него огурчики. Они когда созревают 12 сантиметров, и здесь, наверное, сантиметров 8 примерно. И уже такие можно срывать и вводить в консервацию. Очень хорошая получается консервация. И самое главное, что огурцы в банках непременно хрустят. Не расквашиваются, сохраняют все органолептические свойства, полезные, как говорится, ведь огурчики... Это самое важное, да. Самое важное для маринованных огурцов, чтобы именно свойства свои он максимально сохранял. Те, которые у него на растении, которые будут в банке. Дорогие друзья, мы переместились на другую сторону центрального прохода. Демонстрационные теплички. Здесь уже среднебугорчатые огурчики. Симпатичные, ровненькие, зеленые и плодоносят до самой верхушки. Вот это, пожалуйста, самкон 14. Посмотрите, какое количество огурцов. Вот он буквально обвешанная гирлянда целая огурцов. Огурцы уже хорошо сформировавшись, они уже не опадут. То есть, вот, смотрите, у нас уже здесь порядка пяти сборов теплицы было. И, тем не менее, самконы продолжают хорошо плодоносить и давать очень хороший урожай. Листья зеленые, он устойчивый, он хорошо растет. Вот сейчас уже как бы август идет, и, тем не менее, растения здоровые, хорошие и отлично плодоносят. Сергей Владимирович, я вот уже как хозяюшку хочу спросить. Многие из наших огородниц предпочитают огурчики для консервации вращать во второй половине лета. То есть, более поздний поток, не спешат с рассадой, спокойно в теплую земельку, в грядку высевают уже семечками. Либо подрочные рассады для того, чтобы после пика, скажем так, июньской жары, майской, огурчики были без пустот и баночки не взрываются. Такие огурчики идеально выдерживают в консервированном виде, без бомбажа, как говорится. Вот самкон, я слышала, край мух, там у него секрет какой-то есть. Не, ну самкон, самое основное, то, что у него не бывает пустот, он не горчит. То есть, он даже если на ранней стадии, он все равно прекрасно подходит для консервации. Просто на ранней стадии зачем консервировать? Надо наесться, надо душу отвезти. Ну, в лучшем случае малосол. Малосол, да, с удовольствием, в общем-то, идет на ранней стадии. Перемешка со свеженьким огурчиком. Самконы прекрасно подходят для малосола и, в общем-то, в этом отношении это очень хороший огурец. Но у нас это здесь второй поток. Первый поток мы сажаем еще как-то в рассадной теплице в самом начале апреля. И тот поток еще плодоносит до сих пор, но уже он не основной. Сейчас, конечно, уже второй большой поток огурцов. И мы вот самкон как раз испытываем именно в большой теплице. Вот сейчас самое время, самый такой период наибольшего что ли урожая. Вот, конечно, это очень хорошо, очень урожайный. Ну, и самое главное, просто его качество чисто консервации. Самкон это значит самый консервный. Вот можно я вставлю еще пять копеек по форме и размеру огурчиков. Дорогие зрители, обратите внимание, мы с вами все разные. И на вкус, на цвет, как говорится, все фломастеры разные. Кто-то любит маленькие пальчики корнишона в баночку, а кто-то любит такой серьезный огурчик положить на тарелку, из баночки достав, чтобы серьезный огурчик хрустел, объем, чтобы в него был. Вот я посмотрела, самкон, он универсален. То есть, если мы его в биологической спелости чуть-чуть, скажем так, недоксившего окончательного размера собираем, мы получаем корнишонный типа огурчик для засолки и маринования. Подрастили чуть-чуть, дорастили его до определенного, скажем так, калибра, и наслаждаемся настоящими бочковыми по калибру огурчиками. Кстати, семейный рецепт наших купеческих огурцов на следующий год, можно, если у вас новинка поступит в каталоге для наших рядовых огородников, мы попробуем обязательно замариновать. Да, кстати, он и нарезанными, мы тоже самое, частично, если они перерастут, мы испытываем его и в этой стадии именно нарезанными огурцами. Семечками мягкими, да? То же самое, да, хорошо подходит и, в общем-то, очень удачен в засолке, в консервации. В общем, универсальный солдат, на все 100. Продолжаем уже из самых дебридей инфрационную теплицу. Мы переместились уже в Другорье, где находится еще один удивительный самкон огурчик. А это у нас самкон пчелка. То есть это уже пчелоопыляемый. Вот видите, здесь и как бы и женские, и мужские, но в основном все-таки именно женские цветки, но он пчелоопыляемый. И именно пчелка, потому что тут в консервации идут маленькие огурчики. Посмотрите, вот этот огурчик где-то, наверное, 5 сантиметров примерно. А вот этот полтора или два сантиметра. Мини-корнишончики. Мини-корнишончики, пикули. И можно отдельно делать банки из таких. Это даже не на один укус, это на укус маленького ребенка, огурчик. И они отдельно в банке очень хорошо смотрятся. В одну майонезную банку можно поместить вот таких, вот таких вот, допустим, огурчиков. Вот как и этот вот огурчик. Посмотрите, здесь вся макушка обвешана. На пасынках очень много для жопа. Да, и можно делать отдельную консервацию. Делать, допустим, 4-сантиметровыми, вот такие вот, ну как бы 3-5-сантиметровые. Можно 6-7, это вот такие вот огурчики. На дно баночки положить. Либо на дно баночки, либо даже отдельно. То есть, опять же, по вкусу удивить на новогоднем столе, допустим, огурцами гостей. И когда они у вас будут, и такие огурчики, вот эти молюськие. И вот такие огурчики побольше. И еще больше, это уже отдельные банки. Вот видите, он до макушки, он весь обвешан. Вот в сезон пик с одного растения. Вот если это растение вырвать, то может быть до сотни огурчиков, которые пойдут в консервацию. Вот представляете, вот такую красотищу. И вы вполне можете вот у себя здорово законсервировать в самых-самых разных банках. Это самкон пчелка. Да, получится настоящий огуречный ассортив. Сергей Иванович, спасибо большое, что вы нам сегодня показали, рассказали, познакомились с новинками. Консервной серии огурчиков, мелкоплодных в том числе, которым порадуется любая хозяюшка. Но я знаю, что это далеко не весь ассортимент в огромном огуречном многообразии семенной продукции вашей компании. Я видела вон там, в той части теплицы, еще очень привлекательные огурчики. Давайте мы в отдельной программе к ним вернемся. Спасибо большое за экскурсию, за проведенный ранний день поля, на котором мы узнали массу интересного, получили массу впечатлений. Ну и, конечно же, куда бы мы без вас разобрались вот в этом многообразии огуречного моря, которое сегодня представлено. Я думаю, что только, наверное, капля в море, то, что здесь представлено именно на демонстрационной площадке. Ну а всю продукцию компании Седек именно в огуречной, скажем так, бочевой группе, вы можете посмотреть на ссылочки, которые мы на каталог обязательно прикрепляем в описании к нашему видео. И скоро, не за горами сезона, успеем открутить последние банки, насладиться последним зеленцом. Нужно будет строить планы на следующий сезон. Да, конечно, надо снова думать, а что же посадить, какие сорта выбрать. И я думаю, что один из очень хороших вариантов – это самкон. А самкон-пчелка, он сильно разнообразит вашу консервацию вообще. В общем, новинки впереди нас ждут. Продолжение следует...